Изменился срок уплаты налога за транспорт, земельный участок и недвижимость за 2015 год. А пенсионеры будут пользоваться льготами не так, как ранее. Введен новый механизм применения льгот. Обо всем и по порядку расскажет Анна Саркомова. Налоги на имущество физических лиц будут исчисляться по-новому. Рассчитываться он будет исходя не из инвентаризационной стоимости, как сейчас, а кадастровой. В ряде регионов уже действует новая система налогообложения. В Якутии пока расчет налога на имущество производится по-старому. Но до 2022 года все регионы должны будут перейти на кадастровую систему исчисления налога. В нашей республике за 2015 год, за 2016 год налог будет исчисляться от инвентаризационной стоимости, которую ранее, до 2013 года налоговые органы предоставили органы техинвентаризации. Насчет периода перехода республики на исчисление налога от кадастровой стоимости сейчас, пока у нас информации нет. Это решение должен принять государственный законодательный наш орган Ильтумян. Изменения коснулись и пенсионеров. Теперь для них введены некоторые ограничения. И налоги за 2015 год этой категории граждан начислены уже по новым правилам. Пенсионеры, они независимо от того, сколько объектов им принадлежало, какие они были, допустим, даже магазин он имеет, да, или какое-нибудь там большое здание, то он освобождался от всего налога. То теперь льготник будет освобождаться только от одного объекта, одного вида. То есть он будет освобождаться только от одной квартиры, от одного жилого дома и от одного гаража. При этом, если пенсионер или инвалид ранее подавал в налоговый орган заявление о том, что он относится к льготной категории граждан, повторно предоставлять его не нужно. Мы сами предполагаем, что граждане всегда хотят освободиться от налога, который будет выше. И поэтому это уведомление можно не подавать, если вы уже ранее заявили о том, что вы относитесь к льготной категории. Но граждане, не относящиеся к льготникам, теперь обязаны уведомить налоговые органы о наличии объекта налогообложения. С 2017 года за непредоставление этих сведений с налогоплательщика будет взиматься штраф. Дополнительно к тем суммам, которые насчисляются на объекты налогообложения, еще штрафные санкции в виде 20% от суммы не уплачивают. Изменился и срок уплаты имущественных налогов. Теперь граждане обязаны заплатить за транспорт, землю и недвижимость не позднее 1 декабря. Ранее крайний срок уплаты наступал 1 октября. Анна Саркомова, Георгий Григорьев, НВК Саха, Якутск.